МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По государственным долговым бумагам, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Как отметили в министерстве, обязательства по обслуживанию ценных бумаг исполнены в полном объеме. В общей сложности выплачено 12,5 миллиардов рублей. Американские производители спортивной обуви и одежды Nike уходят из России. Об этом пишет агентство Reuters и сообщает на сайте онлайн-магазина. В начале марта было объявлено о временной остановке. Онлайн-продаж из-за отсутствия гарантии доставки заказов покупателям. Что касается оффлайн-торговли, в мае американцы отказались продлить франчайзинговое соглашение с компанией, которой принадлежали монобрендовые магазины Nike. На тот момент товары оставались в ассортименте мультибрендовых магазинов. Весьма вероятно, что этот ассортимент будет пополняться через параллельный импорт. Российская сеть супермаркетов пришла на место ушедшей финской. Сегодня в Петербурге два магазина заработали под другим брендом. Всего за неделю новый собственник отремонтировал помещение и закупил товары. Как отметили в ритейле, важно было как можно быстрее обеспечить сотрудников работой, а горожанам вернуть обновленные торговые точки. Вы знаете, что даже для этого был принят специальный федеральный закон, который позволил ритейлеру X5, который является крупнейшим на сегодняшний ритейлером, увеличить свою долю магазинов в рамках покупки иностранного бренда. И эта важнейшая процедура на сегодня, как вы видите, уже завершена. И сегодня открылось несколько магазинов. В течение месяца откроются все 15 магазинов призмы, все 600 рабочих мест начнут заново функционировать, и жители нашего города смогут пользоваться услугами. Напомню, в марте финский холдинг «Сок Ритейл» заявил о прекращении деятельности в России. Принадлежащая зарубежной компании супермаркеты «Призма» в начале июня приобрела российская X5 Group. Ритейлеру позволили серьезно увеличить свою долю на петербургском рынке, прежде всего, чтобы сохранить рабочие места. Единый язык государственного программирования. На конференции в Невской ратуше обсуждались возможности общегосударственной облачной платформы «Гостех». Она позволяет упростить создание IT-сервисов, разместить их в безопасной среде и сделать доступными для всех регионов. Из-за отсутствия координации подавляющая часть разработок дублируется. Ведомства просто не знают о существовании аналогов. Соответственно, повторяются и госзаказы. В современных условиях особенно важно грамотное распределение усилий разработчиков. У нас есть порядка 50 государственных информационных систем, из которых могут быть созданы соответствующие сервисы. Мы планируем их в ближайшие несколько лет модернизировать. И, собственно, предлагаем сделать это сразу на платформе «Гостех» в условиях той методологии по проектированию и реализации, которая предложена. В Петербурге с прошлого года формируют так называемую экосистему городских сервисов. И этот опыт на федеральном уровне был признан выдающимся, удачным. Ровно по этой причине было принято решение делать проектный офис «Гостех» именно в Петербурге. Сегодня подключились Челябинская область, Нижегородская область, Новосибирская область, город Казань. И список регионов он расширяется. Где брать деньги на разработку и дальнейшую работу платформы будет решено в ближайшие месяцы. Сейчас «Гостех» работает в тестовом режиме, но уже с 2024 года Министерство цифрового развития планирует сделать платформу обязательной для использования государственными органами всех уровней. Далее о том, кто нас будет одевать после ухода зарубежных брендов. Прежде всего, это наши дизайнеры. По данным аналитиков Cloud Payment, продажи товаров отечественных марок в мае выросли на 61%. Что же готовы предложить российские кутюрье и кто помогает им продвинуть свои изделия, разбиралась моя коллега Анастасия Лакман. Петербургские торговые центры уже переориентировались на отечественного производителя. Этот универмаг объединил под одной крышей почти полсотни брендов. Дизайнеры уверены, это удобно и выгодно, ведь большинство имеют небольшие производства и обороты. Да и люди творческие. Не все готовы разбираться в тонкостях операционной и финансовой деятельности бизнеса, рентабельности и инвестициях. Масс-маркет ушел. Это сейчас, я думаю, большая возможность для наших дизайнеров заявить о себе, потому что они не менее талантливы, а даже, я думаю, более креативны. Они учитывают нашу русскую... Менталитет. Да, наш менталитет, нашу деятельность, нашу инфраструктуру. Товары в универмаге – это не масс-маркет, а дизайнерские вещи. Цены при этом держат в доступном ценовом сегменте. У нас все равно есть ниша, образовалась свободная. Это масс-маркет, занят очень известными группами товаров и брендов, которые пришли из-за рубежа. И, собственно, люксовый сегмент, который также представлен всеми нам известными игроками. А вот средняя нишевая история, она не закрыта. Спрос есть в среднем сегменте мидл-класса, а предложения нет. Заявить о себе на новой площадке могут не только петербургские и московские бренды. Представлены и региональные производители. Для многих дизайнеров возможность презентовать свою продукцию появилась только сейчас. Когда ты начинаешься дизайнер, тебе нужно что-то доказывать. А когда ты делаешь хорошую продукцию, продукцию тебя приглашают. И с показами то же самое. То есть сначала ты делаешь имя, как во всем, а потом тебя приглашают. Меня пригласили, я согласилась, мне устроили условия. Новая возможность, новая аудитория. И то, что площадка открытая, люди, проходя даже за продуктами, могут увидеть какой-то красивый наряд, подойти. Отечественному производителю помогут в Смольном. Правительство города выделит деньги на то, чтобы помочь российским брендам и быстро заместить ушедшие иностранные компании. Так торговые центры получат предоплату за отечественных дизайнеров из бюджета города. А бизнесу выдадут цифровые сертификаты на аренду площадей. Анастасия Лакман, Сергей Кочергин, Филипп Лаишев, телеканал Санкт-Петербург. И в заключение о валюте. Здесь редкая в последнее время стабильность. Евро и доллар прибавляют, но всего по несколько копеек. Итак, официальный курс доллара на экране. 53,36 евро 55,99.